Запахло еду, запахло весной. Заговорились. Запахло весной в песне, да, есть такое, у нас запахло едой. А всё потому, что у нас традиция по понедельникам к нам приходит наш кулинар Елена Попова. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро телезрители. И сегодня мы приготовим шаурму. Ничего, шаурма по-русски. Да, я не знаю, по-русски, скорее всего, по-восточному, потому что вместо примитивного майонеза, да, мы возьмём соус из чернослива. Из чернослива? Это грузинский соус. Да, пожалуйста, попробуйте. А кроме чернослива ещё что-то есть? Конечно, там грецкий орех, чеснок, ну, чуть-чуть совсем, и хмели-сунели. Ну, попробуйте. Шикарно, пахнет вкусно очень. Да? Вот это... А сладковатый вкус? Его можно самому приготовить или где-то... Конечно, конечно. А, прям берёшь чернослив, как ты сказали ещё? Прямо берёшь чернослив, чуть-чуть его варишь, 5 минут. Блендер, орехи. Орехи какие? Грецкие. Грецкие. Хмели-сунели. Чесночок. Чесночок и подсолить, если хочешь. Можно не солить. Ты как будто пройдёшь и готовить будешь дома. Всё прямо у меня. Запросто, запросто. Пронесёшь завтра покушать, ладно? Смотрите, это трансформер. Это вот, знаете, можно приготовить с вечера, чтобы настоялось, как я сделала, да? И потом на природе, например... Соответственно, курица обжаренная, да? У меня индейка. А, индейка. Курицу не ем, да, поэтому и для вас приготовила. Ну, она и более нежная, да? Да. Огурчик малосольный, помидорчик. Ну, это блюдо-трансформер. Что хотите? А почему вы предпочитаете индейку, курицы? Ой, долгая история. Но мне кажется... Просто вас в детстве укусила курица? Переела, наверное, курица, да. Просто индейка, мне кажется, более мясо вкуснее, например, да? Вкуснее. Вот как-то вот ароматов курицы сейчас не хватает. Ну и полезнее вроде как индейка, да? Да, вот смотрите, я свернула вот такой конвертик маленький. Я вижу, что вы как-то перевязали, да, лучком? Да, да. Можно я попробую? Давайте. А давайте подлиннее возьмем лучок. Так. И этот конвертик мы аккуратно перевязываем. Можно на... На что получится? Да, на что получится. Вот. Слушайте, у меня вроде даже получилось. Ура! У нас получился замечательный. Немножко лучок треснул, но ничего страшного. Треснутый лучок прям сразу с солью обсыпаешь и в рот. Давайте, может быть, еще раз... А знаете, что мы забыли? Нет. Мы что-то... Мы забыли соус. Так, развязываем. Вот видишь из себя кулина. Хорошо, что у нас есть второй, да? Да. В чем удобство? Можно всегда вернуться... Вот смотрите, соус здесь самое главное, конечно. Он дает потрясающий аромат, сочность. Я уже чувствую, как я это буду есть. Вот. Я же у нас обычно пробую. Да. Я предлагаю сегодня поменяться. Предлагаю не перевязывать. Аня, раз ты хочешь это попробовать, я специально помыл руки перед этим. Прошу вас. Ну, давай. Давай. И соус-то зацепи. Зацепила. Все получилось, да? Ну как? Вот сочетание, да, сочетание овощей и чудесного черносливого соуса дает вкус этому блюду. И если мы это подогреем на гриле, да? Да, вот еще будем подогреть. Ну, хотя и так неплохо. И так вкусно, да. Такой необычный вкус в плане того, что соус немного сладкий, а курица, она такая более соленая. Вот это вот... В нашем случае индейка. Говорите, говорите. Береги рубашку. А то, знаешь ли, бывало всякое. У нас есть салфетки, да. Спасибо вам большое. А можно за вами поухаживать? Давайте, может быть, еще раз проговорим, да, что мы добавили. Мы добавили помидор, малосольные огурцы, собственно, приготовленный соус из чернослива, ну, листок салата, можно, в принципе, зелень туда по вкусу добавлять. Можно зелень по вкусу, можно все, что угодно, да. И лаваш, армян. А индейку как вы готовили? Индейку можно двумя способами сюда приготовить. Либо готовый кусочек замариновать, потушить, а потом порубить. Я сделала наоборот. Я его мелко порубила, обжарила со специями на оливковом масле. Можно так. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень, в принципе, простое блюдо, можно вот так вот утром позавтракать спокойно. С вечера приготовить, и утром прекрасный завтрак, действительно, я часто так делаю. Я доем потом. Можно здесь запас. Наша программа продолжается. Ничего, что мы поедим сейчас. Ничего, ничего, да, я рада. Наверняка, у вас еще две есть. Да. Вы дома. Наша программа продолжается с прогнозом. А ну. Спасибо.